Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Знаете, за что я люблю археологию и исторические фестивали сейчас? За то, что нам редко с коллегами удается встречаться в неформальной обстановке, чтобы за пять минут до доклада изменить общую концепцию, о чем ты будешь рассказывать, и поспорить. Я тут обещал даже одному из коллег, который развлекал вас фактически два дня, Вячеславу Кулешову, начать с того, что я буду его громить. Я не буду этого делать, я пошутил. Спасибо организаторам за то, что дали уникальную возможность пообщаться в таком… Да, да, стоит поаплодировать, безусловно. А чем я… А, простите, пульт на столе. Смотрите, я думал долго, о чем я буду рассказывать. И, конечно, не хотелось повторяться, потому что что-то мы постоянно в гнездовском комплексе выкладываем, в социальные сети, в телегу, и хотелось дать что-то новенькое, поэтому я решил побаловать аудиторию, безусловно, женскую часть аудитории, результатами раскопок, которые были два года назад и которые были не опубликованы. И поэтому доклад у меня разделится на три такие части. Я сделаю маленькое вступление, не ориентируясь на профессиональную аудиторию, наглубленно знающий вопрос по поводу эпохи викингов, потому что я всегда это делаю. Есть необходимость, люди не всегда видят связь с одной эпохой и с другой. Потом поговорим о гнездовском комплексе, в общем, о поселении и разберем самую необычную ситуацию, которая связана с гнездово там, где работаю конкретно я. Немножко посмотрим на вещи, оружие и разберем те интересные погребения, которые нам тоже удалось исследовать. К сожалению, я здесь один. Сергей Юрьевич, еще раз подчеркну, и Саша, моряк, они не приехали, поскольку они сейчас, вот буквально мы здесь, а они там своими руками исследуют, наверное, пожалуй, следующий из грандиозных курганов, который будет на слуху в ближайшие десятилетия. До этого это был L210, сейчас будет L217. Поверьте, там сенсация, все грандиозно, очень круто, да-да-да-да-да. Вот я, слава богу, сейчас свои раскопки закончил, и поэтому могу за них поотдуваться. Они там вот буквально сейчас уже урну подняли, и там впереди еще много всякого. Они копают сейчас погребения по обряду кремации. Вот L210, если кто-то помнит, это было грандиозное событие в мире археологии с кучей артефактов и все остальное. Вот сейчас такое же, только круче. Да. Ну а где же еще? Я рассказываю только о гнездах. Я вот как Михаил Иванович не могу так, эх, за весь Северо-Запад. Или как Вячеслав Кулешов, эх, за всю Русь и Скандинавию широкими мазками. Я так поскромнее. Ну давайте, значит, перейдем к лекции. Я сразу извиняюсь, вот последняя часть моей лекции будет немножко по бумажке. Там некоторые сложные вопросы, связанные с костюмами, и поэтому я могу путаться. Так. А где он? А, да. Не, он не хочет со мной общаться. Простите. Когда мы говорим об эпохе викингов, я просто сталкивался со студентами, даже исторических факультетов, и с людьми, которые задают вопрос, откуда же на Руси вдруг, внезапно сформировалось, значит, государство, потому что мы говорим с вами о 8-11 веке. И эти же даты связаны с гнездовским комплексом, как одному, как говорится, эталонных памятников эпотой эпохи. Откуда там вот пришли какие-то северные пришельцы, что тут построили, они же сами там ацахи, у них никаких государственности никогда не было, такие странные люди, ни у кого ничего не было, и тут вдруг построили. И вот я хотел обратить внимание, что те, кто будут этим интересуются вопросом, стоит обращать внимание на предыдущую эпоху, на территории Скандинавии эпохи Вендель. Вот те люди, которые пришли на Русь, это внуки тех людей, которые имели представление неплохое о государственности, даже в некоторых аспектах умудрились его построить. Просто потом все внезапно умерли насильственной смертью, но внуки, которые там их еще помнят и хоронили, сели уже на суда. В эпоху Вендель фактически были придуманы те суда, которые схематично были придуманы все, которые потом использовали всю эпоху викингов, и, собственно, они и пришли на Русь. Поэтому зачатки понимания государственности, ее строительства имели место быть. И, опять-таки, второй момент, который всегда стоит помнить, что еще раз не строили они нам тут сами все, мы вместе строили, славяне вместе с ними строили. Потому что местные элиты были, я думаю, ничуть не хуже, все было, наверное, на каком-то совместном договоре. И вот я просто хотел обратить ваше внимание на предыдущую эпоху. Но если… Что ж такое-то? Почему ты не хочешь сам? Вот. Ну, если говорить про эпоху викингов, Вячеслав рассказывал очень много, но я так повторю немножко, да, что есть основные какие-то признаки с ней связанные. Это наличие военных грабительских походов, возникновение континентальной торговли, урбанизация, возникновение городов, монетное обращение, серебро, вот эти волшебные серебряные кругляшки, которые мы находим, дирхамы. Наемничество в своем самом большом, таком расширенном виде и наличие своих особых звериных стилей искусства. Вот они здесь представлены, чтобы вы немножко глазами могли на них посмотреть. Их несколько, несколько стилей, особенно первые, там Особерг, Боро, Елинг, это такие общие, я бы сказал, общемасштабные стили, которые выплескиваются на территории Руси, в Скандинавии и являются таким ярким маркером присутствия скандинавов на Руси и вообще маркером эпохи в целом. Ну а вот маммен, рингерики и урнос, это стили более локальные, они, скажем так, уже на финальном этапе, когда эпоха викингов начинает клониться к упадку, они немножко более имеют локально-скандинавский характер, хотя отдельные вещи попадаются на нашей территории. Гнездово. Гнездово, если говорить штампами теперь уже, это ключевой пункт на пути из варяг в Греки, то есть это путь, мы говорим с вами о континентальной толговле из Скандинавии в Константинавию, Константинополь, вот я тут местечко отметил, это верхнее Поднепровье, это ключевая торговая фактория, а сейчас можно начинать осторожно говорить, что это не протогородской центр, а даже городская какая-то стрида, может быть даже город, тут есть разница, если будут вопросы, отдельно обсудим. Он находится на двух берегах, на обоих берегах реки Днепр, в 12 километрах от города Смоленск, современного города Смоленск. Это грандиозный по масштабу и охвату комплекс, который объединяет границы около тысячи гектар. На этой тысячи гектар расположено где-то примерно 130 гектар различных объектов, куда включаются теперь уже 9 курганных групп, расскажу почему. Раньше было 8, теперь 9. По меньшей мере одно центральное городище ключевое, несколько селищ. Все это на двух сторонах реки Днепр и делает этот памятник, пожалуй, одним из самых крупных на эту эпоху. Ну, центральное поселение занимает площадь около 50 гектар, ну по разным оценкам, там границы в силу ряда обстоятельств до конца установить достаточно трудно, но вот я говорю, что около 50, мои коллеги говорят 35-40. И памятник крайне интересен, поскольку всегда, когда мы разговариваем о Гнездово, мы говорим о том, что это самый крупный могильник. Я не знаю вообще видно ли вам, но вот могильник это вот курганные группы, которые расположены вот от края, вот слева, соответственно, направо, самые большие это лесной и центральный. Вообще весь этот памятник вытянут аж на 6 километров. То есть когда вы стоите где-нибудь в районе лесной курганной группы вот здесь, между вами 6 километров, до которых достаточно далеко даже пройти пешком. Этот могильник, он всегда вызывал огромное количество внимания и сейчас до сих пор все почему-то воспринимают Гнездово именно как курганная, какая-то курганная мекка, мекокурганная археология. Хотя это, конечно, не совсем так. Так, курганов действительно известных курганных насыпей, которых мы можем посчитать, около пяти тысяч. Благодаря современным технологиям, там воздушному лазерному сканированию, там можно посчитать это более точно, но примерно это количество. Но это совершенно не означает, что количество курганных насыпей прямо коррелируется с количеством людей, которые там жили, или количеством погребенных. Потому что сейчас обнаружены погребения между курганами. В каждом кургане могло быть и не по одному человеку, и не по два, и не по три. Поэтому количество людей, которые проживало на этой территории, вызывает вопросы. Есть некоторое количество материалов, где люди пытаются считать, но эти все по счету, я считаю, не очень корректными, потому что мы не обладаем полнотой знаний по всем этим исследованным комплексам. Сегодня я поговорю с вами о в основном территории, где работаем мы, то есть объединенная гнездовская экспедиция. Она представляет собой такое дружеское единение серии отрядов Московского университета, который, правда, в последнее время не работает эпизодически, исторического музея во главе с Вероникой Александровной Мурашовой, и нашего отряда, где мы совместно с Сергеем Юрьевичем Кайновым работаем он по изучению лесного могильника, лесной курганной группы. Вот он, лесная она не случайно. А я работаю рядом в непосредственной близости. Это уголочек называется северо-восточная часть центрального поселения. Вот так это выглядит сверху. Это вообще центр памятника. Если, не знаю, видно вам, здесь вот находится центральное городище, рядом с ним озеро Бездонка. Здесь вот работает исторический музей. Там крайне любопытные работы, поскольку они одновременно копают и сухой слой, это слой, где плохо сохраняется органика, и мокрый слой. Вот в этом году мы тоже ждем очередных сенсаций, потому что они потихонечку опускаются от XI века в X и дальше. И следует именно мокрый слой. Мокрый слой, где хорошо сохраняется органика, как в Новгороде. Нам до Новгорода далеко, но по объему вещей. Но во всяком случае корабельные детали, отдельные там весла, какие-то находки в виде веревок, берестяные туеса, постройки. Части построек исследованы. И там в этом году, я думаю, будет еще что-то очень интересное. Вот буквально сейчас это все происходит. Если говорить о датировке гнездовского памятника, то в принципе до недавнего момента считалось, что это рубеж IX-X, начала XI века, после чего взлетает в своей роли Смоленск средневековый. Но благодаря последним работам в пойме Днепра, благодаря последним находкам на территории террасной части поселения, где нет мокрого слоя, но есть интересные способы для датировок, естественно, научными методами и находки, эта дата отъехала вниз в конец VIII века. И если раньше, то, что рассказывал Михаил Иванович Петров, здесь мы не верим датам летописным, которые существуют, потому что они такие были раньше эфемерные, то теперь благодаря естественно научным методам археологи сами приходят, мы пришли к тому, что в принципе-то в них есть какое-то основание. Я уж не уверен в точности до года, но в какой-то в точности в каких-то промежутках в принципе можно говорить. То есть тот, кто записал эти даты, в принципе, вероятно, знал что-то больше, чем просто некие абстрактные цифры. Поскольку раньше летописные даты, которые говорили нам о середине IX века, никак не подтверждались, но теперь эта картина резко изменилась. И, кстати, это стало благодаря возможным, благодаря вот этим находкам в пойменной части центрального поселения, которые изучает исторический музей, и целой серии дендродат, а самое главное, такому потрясающему явлению, как явление Мияки. Есть такой способ датирования бревен, когда вы отрезаете один спил, если в Новгороде клондайк дерево, где можно построить дендрошкалу, то у нас дендрошкалы в Гнездово нет. Ну, пока нет. В том виде, в котором это есть в Новгороде. Но чтобы построить свою дендрошкалу, нужны отправные точки, условно реперные точки, к которым можно привязаться. И вот благодаря работам в пойменной части были обнаружены спилы дерева, где были найдены вот эти события Мияки, это яркие вспышки на Солнце, посчитанные условно-математически, которые выпадают везде по всей планете Земля, условно. Они там есть в секвойах в Америке, в снегу в Антарктике и так далее. И это события, которые можно датировать с точностью до года. И вот таких событий у нас на памятнике 2, вот эти деревяхи, и там есть эти ранние даты, которые позволяют нам говорить, что в конце 9 века, они найдены в стратифицированном слое, и что в конце 9 века есть совершенно известные даты, которые позволяют так рано датировать гнездовский комплекс. Вот если говорить о том, приближаясь об участке работ, где непосредственно работаем мы, то вот Сергей Юрьевич глобально отвечает вот за эту часть. Вот эти вот пупыри, это как раз курганы, это карта лидарная, а я работаю вот на этой части поселения. Такое у нас интересное сочетание. И это поселение, мы туда пришли в 2017 году. История должна была быть очень короткой, а превратилась в долгоиграющую историю с очень непонятным финалом, потому что конца и края этих работ не видно, уйти оттуда невозможно, потому что каждый сезон этот участок приносит какие-то потрясающие открытия, включая даже этот год, о котором сейчас рано говорить, но тем не менее. Сразу напомню, что погребальный обряд для гнездово это три вида погребений. То есть это кремация, сожжение на месте, когда все сгорает тотально, и нам достаются маленькие обломочки. Иногда бывают кремации на стороне, когда все помещают, в горшок приносят, тогда нам достается гораздо меньше. Но это подавляющее большинство этих погребений. Есть погребения в камере или ингумации, то есть когда строился дом деревянный, условно обкладывался деревом, в разных вариантах, это не важно в данном случае, важно, что помещался человек с набором предметов, иногда с признаками перехода к христианству, там обряда прямосигнации, так называемого, первичного привятия веры, но сохранялись языческие атрибуты, связанные с вещами, мечами, и все, конечно, кто здесь большинство присутствует, ждут камерные погребения, потому что они позволяют нам реконструировать очень много всего, видеть комплекс, и все вот это называется закрытые комплексы. Поэтому курганы все очень сильно любят. Вот закрытый комплекс, курганы, 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 курганы. Но это часть правды, потому что материалы курганов интересно подтверждаются раскопками именно на поселении. Ну и более поздний вариант, который археологам, скажем так, меньше приносит информация, это погребения уже христианского периода, когда вещи уходят, остаются только атрибуты веры. Ну, как это все выглядит? Вот это вот, я не знаю, вообще видно вам? Это вот пример камерного погребения L207 там с результатами геофизики, то есть когда мы неинвазивными методами проверяем, что нас ждет впереди. Чтобы вы посмотрели, насколько сложно работать с этими объектами, поскольку у нас там пески, то очень часто у нас очень мало сохраняются органики, то есть практически никогда. И вообще нахождение органики – это жуткое везение. То есть большинство сгорает, если камера, то там даже костей не сохраняется, потому что остаются некоторые отдельные контуры. Вот вам тут, наверное, совсем не видно, но поверьте, вот в прошлом году была камера, и от погребенной остался тонкий-тонкий, слабо видимый цвет, окрашенный в песке. То есть одна зачистка там условно скребочком, давайте вопросы потом. Одна зачистка совочком, и вы, соответственно, этот слой снимаете. Но благодаря тому, что эти работы возглавляет Сергей Юрьевич, там работает совершенно потрясающая команда, мы ничего не пропускаем, а самое главное, как все археологи, ничего не утаиваем. Это просто там я слышал, что мы не все показываем, утаиваем. Это, да, все ложь. На самом деле утаиваем, конечно, просто я должен был себя обелить. Если говорить о кремациях, то вот процесс разбора кремации выглядит вот так. Тщательная фиксация толстого слоя кострища, это пепел, деревяшки, угли. И вот таким методичным образом, разбирая, фиксируя каждую находочку, вот это сейчас так происходит, я абсолютно уверен. Вот так вот выглядит кусочек как раз кострища, именно сожженного на месте. Ну, про поселение. На поселении все иначе. Поселение — это достаточно сложный объект. Да простят меня любители курганной археологии, это вещь гораздо сложнее, чем курганы. Поскольку у поселения есть целый ряд факторов, которые очень часто осложняют работу с ним. Наличие какого-нибудь пахотного горизонта, который перемалывает все слои от 10 до 21 века. Отсутствие каких-то, например, ярко выраженных слоев, когда у вас остается после распашки только какие-нибудь ямы, впущенные в материк. Очень долгий и кропотливый процесс работы с ямами, когда вы сидите там и совершаете какое-то немыслимое количество разрезов вертикальных, чтобы получить вот ту самую стратеграфию. Потому что если в Новгороде Великом какие-нибудь 20 сантиметров и у вас там какие-нибудь 20 лет, то в Гнездово в одном сантиметре может быть все 100. И вот от момента того, как вы на поселении разберете этот слой, а иногда и чаще всего это песок, причем песок, который высыхает, как вы возьмете оттуда материалы, какие там материалы для датировок найдете, зависит то, как вы вообще поймете структуру или, как я сейчас говорю, экосистему памятника. Поскольку самое главное в археологии, на мой взгляд, это даже не предметы, это понять экосистему жизни внутри и вовне. И как этот памятник был увязан с этим историческим ландшафтом, как он был в него вписан, какие изменения происходили. И нас не всегда спрашивают место, где мы работаем, насколько мы готовы к тем открытиям, которые там происходят, потому что там могут встречаться и остатки объектов 17 века, и 13 век, и вы можете натолкнуться на кузню, у вас будет один подход к исследованию, и может быть сложная яма многослойная. Но все это в итоге приносит очень интересный результат, который всегда идет в сравнении с курганным могильником. И нужно понимать, что этот вопрос всегда возникает, насколько, например, курганной древности, то есть то, что найдено в погребениях, соотносится с тем, что найдено в поселении. В поселении, как мы с вами понимаем, это вещи больше связанные с катастрофическими событиями, потеряшками и прочими вещами. Вот не всегда есть вот это пересечение, не всегда все вещи идентичны. И тут начинает вопрос, это как раз с точки зрения реконструкции, что мы реконструируем, комплекс человека, который умер, и для него все это сделали, или комплекс живого человека. На территории поселения мы работаем разными способами, чтобы извлечь там максимум информации. У нас все это тщательно и медленно разбирается, все это пытается промываться, работает там значительное количество людей, и тратим мы на это большое количество времени. Совсем ничего не видно, но здесь вот на этом слайде я хотел показать, с чего все это начиналось, исследование поселения. Оно в этой части было связано с неожиданным обнаружением хвоста клада, который был вытащен грабителями. Тут вот в предыдущей лекции был вопрос, как вредит то, что вы, и как нельзя вернуть вещи в контекст исторический. Так вот клады, которые мы доследовали и случайно зацепили, они были обнаружены грабителями, весь их объем был вытащен, продан в разные части. И, соответственно, благодаря тому, что мы исследуем это комплексно и вписываем весь контекст, нам удалось добрать какие-то фрагментики, обломки, еще что-то, и в итоге собрать весь комплекс. И вот с хвоста этих кладов, которых мы обнаружили два, мы начали исследование. И эта часть поселения, она связана с жизнью на памятнике, которая была в его вторую часть, это где-то вторая половина X века. И, в принципе, эта картина с кладами, с сгоревшими ямами, впущенными в материк, даже участками непотревожного культурного слоя, это то, что не подверглось тотальной распашке, и, о чудо, сохраняется в отдельных фрагментиках, там, в поперечнике 15 сантиметров или 10 сантиметров, в непотревоженном виде. Для нас это тоже важно и интересно. Мы доследовали. Если говорить вот в качестве примера, здесь вот такая яма, я хотел показать, как это типично выглядит у нас. Это раскоп CS22. Такая яма в материке. В углу мы нашли клад. То есть он приурочен к этой постройке по каким-то видам, по каким-то обстоятельствам. Тут вот в гнездах мы даже умудрились сделать дополненную реальность на месте этого раскопа. И когда вы приходите сюда, вы можете посмотреть на половинку постройки, которая ровно над этим местом находится. И она многослойная. То есть у нее там два уровня бытования. То есть она жила где-то в середине 10 века в каком-то виде. Потом что-то случилось, все сгорело. Ее пересыпали песком. И еще продолжили жизнь. И вот оттуда происходит целая серия разнообразных предметов. Такой обычный поселенческий материал. То есть в углу клад, который нам как раз Вячеслав Кулешов определял и датировал его там 50-ми, 60-ми годами 10 века. И набор предметов. То есть маленькая фибула, кресала, накладка поясная, перстень, какой-то набор бус и даже рыболовный крючок, если кому интересно. Тоже там был найден. Вот. Это обычная такая поселенческая картина. То, с чем мы обычно имели дело, но во всяком случае я, до 17-го года на разных памятниках гнездово я копаю с 2001-го. Нет, 2000-го. 2001-го. Будем так считать. Что еще найдено на поселении, относящееся именно к поселению как таковому? Это, конечно, клады. Вот тот клад, о котором я говорил, он очень интересный, поскольку он денежно-вещевой. То есть клады делятся на два типа. Денежные и денежно-вещевые. Из названия понятно, что одни только с монетами, а вторые с монетами и вещами или монетами превращенные в вещи, а именно в украшения. Соответственно, он состоит из таких монет дирхамов с привесочками, которые оформлены в качестве манисты на женскую грудь. Красиво. И как писал Ибн Фадлан, богатство мужчины определяется богатством манисты на груди женщины. Но туда еще входили украшения разнообразные серебряные, луницы, вот их фрагменты. И если кто понимает, эта часть очень похожа на большой гнездовский клад. Там есть пересечения по этим предметам. Но, кроме того, там были найдены серебряные слиточки небольшие. Видимо, переплавленные монеты в виде какого-то для металла. Они имеют определенную кратность веса. И самая милая деталь – это маленький такой железный замочек, который был найден в центре ядра этого клада. Ну, предположительно, мне так кажется, он запирал либо какой-то сундучок, либо какую-то коробочку. Очень такой милый предмет. Хотя это в любом случае небольшая фантазия. Так что, поскольку центр клада был изъят именно в ходе грабительских раскопок. Из монет, связанных с присутствием Византии, у нас есть две византийские монеты. И в данном случае им повезло, потому что они найдены, опять-таки, из стратифицированного слоя. Мы нашли их в ходе раскопок, потому что подавляющее большинство византийских монет найдены очень часто при помощи металлодетекторов, нашими любителями металлопоиска. И они абсолютно вырваны из контекста. Здесь хороший вариант, что они как раз найдены именно в контексте. Торговый инвентарь, яркий атрибут эпохи викингов, у нас представлен колоссальным количеством гирек весовых. Если говорить о ретроспективе, то их можно тут разложить. Их там, наверное, около 40 штук разнообразных, от совсем больших до совсем маленьких, и даже и свинцовые гирьки. Ну и части весов для взвешивания. Все это напрямую связано с арабским серебром. То, как это взвешивалось, торговалось, обменивалось, превращалось в украшение и так далее. Огромное количество поясной гарнитуры. Я тут вот сразу отвечу людям, которые здесь не присутствуют, но будут смотреть эту лекцию, так или иначе возник вопрос о том, что в Гнездово не было наборных поясов. Мужских, украшенных накладками. Почему-то вдруг появилась такая версия. Это не так. Даже незначительные по объему раскопки на поселении принесли колоссальное количество поясной гарнитуры именно мужского пояса. Это очень большое разнообразие в основном восточных элементов украшений этого самого пояса, которые вот здесь представлены только небольшим срезом. То есть некоторое количество накладок я вот привел, но это не все. Это, наверное, одна четвертая. Есть большое количество сумочной гарнитуры. Вот Саша как раз, моряк, это она вот так вот все разобрала, собрала мне на слайдик, а я воспользовался. Элементы сумочных украшений тоже в количестве присутствуют, а если говорить о недавних результатах работ, они еще, наверное, не опубликованы, но будут. Вот у раскопок у Сергея Юрьевича там на одной из участков этого же поля, он тоже там копал, там прям целая сумка была найдена. Прям упала в слой, прям сумочка со всеми накладочками, прям персик ананас. Собрано в одном месте, прям то ли потеряшка, то ли кто-то кого-то убил, как у нас водится в Гнездово. Очень интересная находка, я думаю, будет в какой-то момент обязательно опубликована. Значит, если говорить об элементах костюма, это, ну, фибулы разнообразные. Я внизу привожу сразу аналогии, да, но вот их кусочек, да, и то, что было в оригинале. Большое количество разнообразных пуговиц, бубенчики, этого всего в избытке. Есть очень интересная подвесочка. Аня Дементьева, специалист по подвескам, я думаю, кто разбирается, тот знает. Она ее отрисовала, прорисовала, и, к сожалению, одну аналогию только нашла. Опять-таки из грабительских раскопок, что, соответственно, подвешивает нашу находку в единичные экземпляры, задает вопросы о том, как она распространялась, потому что все остальные найдены непонятно где, непонятно кем. Там ограничения до области, там в Псковской области некой, или там где-то на северо-западе. Но на самом деле находка интересная, она у нас впервые, она не очень хорошо проработана, но по факту там такой свернувшийся зверь, интересная подвеска, которой раньше не было. Фибулы. Скорлупообразные, овальные, называйте, как хотите. 52-го типа, в большом количестве. Их интерес, вот здесь вам не видно, но внимательные люди сразу сказали, а что это они у вас такие горелые? Это я там ко второй части доклада потихонечку приближаюсь и объясню, почему. Очень много фрагментов, ну для нас это много, ну и вот аналогии, соответственно, приведены. Славянский костюм, славянские украшения, куда же без них родимых? Славяне были, их было много, все жили дружно и вполне себе приятно. Представлены вот таким набором разнообразных украшений, привески, трапециевидные привески, их гораздо больше, ну показываю самые яркие, которые есть, трехдырчатые, ну и наравне с элементами скандинавских фибул, которые вот, где аналогия сверху тоже приведены. То есть были и овальные, и равноплечие, то есть большое количество разнообразного женского набора украшений. Слева перстни, один из которых мне очень нравится, с пятиконечной звездой, думайте, что хотите. Целенький, прекрасненький, селища их два, я таких особо нигде не видел, а у нас есть. Это вообще про гнездово всегда, когда мы про гнездово говорим, там у вас нет, а у нас есть, или у нас уже есть два. И, соответственно, атрибуты культа, это подвески в виде молоточков Тора и первые типы крестов. Самая хорошая аналогия из Пскова, если бы поярче было, то понятно, что он в серебре и в золоте, и в черне. У нас попроще, но тем не менее тип один и тот же. Все это, то, что я вам показываю, это небольшая часть коллекции от полутора тысяч предметов, найденные за 17-го по условно нынешний год на площади около 300 квадратных метров. То есть это маленький кусочек краевой зоны гнездовского археологического комплекса. Вы понимаете, что там в центре. Перстни. Очень интересно, помимо того, что металлические, есть еще и стеклянные. Считается, что византийские стеклянные перстни, три находки, они разбиты, к сожалению, но собираются по кускам такого винного стекла. Если кому интересно, стеклянные перстни, да, были. Они все найдены в ямах с хорошей стратеграфией, с хорошими монетными находками. Все относятся ко второй половине 10-го века. Бытовые предметы очень разнообразные. Есть, ну вот из украшений еще остается, я вот на руке держу, это железный такой браслет с завязанными концами, ключи, замки, оселки, кресала, замочки, парочка очень таких интересных, остатки гребней, иголки, булавки, инструменты, то есть большое количество разнообразных. Да, и котлы. То есть две, по крайней мере, два ушка от небольших котелков, нездоровых, а вот именно маленьких, небольшого диаметра для каких-то своих таких маленьких гражданских нужд. Ну и интересно представлены, как одна из моих тоже любимых тем, по которой я в свое время диссертацию даже писал, это снаряжение коня и всадника. Ременная гарнитура, которая определяет богатство мужчины и богатство женщины, еще автоматически появляется на верховом коне. Вот на территории поселений очень много этой гарнитуры. Я очень долгое время ждал одну находку, которая связана с псалиями, это ограничители от удил верхового коня, там такой маленький фрагментик, я ждал его, наверное, лет так, наверное, восемь, и в какой-то момент мне поле его тоже подарило. Он тоже горелый, я тоже объясню, почему, но позже. То есть у Сергея Юрьевича там фрагмент удил прям целых, на кострище бросили после финала костра, кто-то бросил остаток вот этой узды, у него там целый кусочек, здесь фрагмент, но самое главное, что типологически есть аналогия, очень интересная находка. Но из самого яркого, что удалось найти на селище в яме номер два, это знаменитая яма, теперь уже по разным параметрам, она даже опубликована и должна выйти в археологических открытиях, я там достаточно подробно описал, и она еще описана в нашей статье с Сергеем Юрьевичем, вернее, Сергеем Юрьевичем, польских коллег, и я там чуть-чуть примазался, вот, это находка самой ранней шпоры, то есть в яме два, в стратифицированном слое была найдена такая эрзац, варварская шпора, которая, пожалуй, самая ранняя для территории Руси, вот в таком вот в местном исполнении, не то, что привезли там, а именно вот местная, ну, это очень грубый сделанный предмет, который, вероятно, мастер сделал, когда ему что-то показали, сказали, смотри, какая шпора, надо сделать так же, он говорит, а, ну, окей, сделал, вот тебе такое же, ну, видимо, и поносили, и она сгорела там в итоге в доме. Находка очень интересная, если кому интересно, Академия еду, статью, читайте про ранние шпоры, там как раз с нашим, с Сергеем Юрьевичем за авторством статьи она лежит в открытом доступе. Еще из атрибутов, это, конечно, привески плети, это вот такие вот шумящие привесочки, и шипы, пледоходные шипы для купиц, лошадиных, для того, чтобы они зимой перемещались. Предметы вооружения, предметы вооружения, населище представлены тоже в избытке. Огромное количество стрел, разнообразных, много. Поскольку металлодетектором это поле, не побоюсь этого слова, изнасиловано уже где-то с нулевых, с конца 90-х, то большое количество предметов, ярких сигналов каких-то уже вытащено. То есть весь объем материала мы даже не представляем. Но когда мы начинаем рассуждать, то есть за пределами презентации статей, то складывается впечатление, что мы можем видеть некие следы каких-то даже военных действий, поскольку вот такая картина со стрелами и с насыщенностью, она и на других участках памятника фиксируется. Не точно, но есть ощущение, а то, о чем я расскажу позже, подтверждает то, что это ощущение имеет под собой некую основу. Стрелы очень разные. Есть стрелы привозные, скандинавские, так называемые ланцетные, вот этот ланцетного виден тип стрелы. Есть то, что появилось уже на Руси, когда все посмотрели на ланцет и сделали свою собственную стрелу так называемого гнездовского типа. То есть значительное количество. Кольчужные, да, есть даже арбалетный болт. Арбалетный болт более позднего времени. Это свидетельство где-то 12-13 века жизни на памятнике, потому что гнездово, вообще, если вы захотите прикоснуться к истории России, приезжайте туда, поскольку это ландшафтный памятник. Я вот считаю, что гнездово это такая квинтэссенция истории России. Там есть все следы всех эпох жизни России и до. От эпохи бронзы до последних событий 43-45 лет 20 века, то есть Великой Отечественной войны. Есть даже арбалетный болт и из интересных стрел огромная шаловидная стрела, которая найдена в бирке. Она вот такого размера. Вот она вот здесь изображена. Масштабик не виден, но она вот по отношению ко всем достаточно яркая. Вот она. Вот. Кольчужные кольца тоже найдены в некотором количестве. Про них я рассказывать не буду, чтобы не повторять статью Сергея Юрьевича и Александра Юрьевна о кольчужных кольцах. Кому интересно, почитайте в открытом доступе. Часть колец, которые были с поля, они тоже исследовали вот в этом исследовании, чтобы сделать вывод о наличии вот этого кольчатого доспеха, именно кольчуг. Фрагменты топоров. Один из них седьмого типа. У всех это вызывает у реконструкции некую стойку, что вот наконец-то типы Броидекса, сейчас вот мы наконец-то... Да, нашли. И самое главное, что этот тип 7 тоже найден в той же яме 2. То есть там и шпора, и перстень византийский, и монеты, и тип 7, и она еще даже не полностью докопана, эта яма, там полный фарш удовольствия. Но я не буду вас сильно расстраивать, потому что я там не рассказываю что-то о предметах вооружения, должен был Сергей Юрьевич сделать, но мы с ним, вернее, он в первую очередь, и он подхватит, все расскажет в книжке, которая выйдет в ближайшее время по предметам вооружения как раз с этой части могильника и поселения, ждите, мы ее добьем, мы 2 года добиваем, осталось 3 месяца, может быть 4, не больше. Вот, и она увидит, увидит свет, и я надеюсь, это можно все будет почитать, посмотреть. Ну и самое интересное, конечно, я так кусочком поэтому пройдусь, а, ну, вернее, массовый материал, а потом самое интересное, это большое количество керамики. Я почему на ней обращаю внимание, и даже вот будучи на другом фестивале, я все говорю о том, что я вот хожу по рядам, керамику смотрю, сделайте гнездовскую наконец-то, кто-нибудь, хоть когда-нибудь, потому что огромное количество целых сосудов, огромное количество лепных, круговых, это тот материал, который позволяет нам, археологам, в гнездово в основном выстраивать какие-то хронологические рамки бытования памятника, отдельных объектов, ям, там погребений, и этого материала очень и очень много, на него очень интересно смотреть, тем более, что керамика там имеет очень интересную историю, не только с точки зрения, ну как бы сделали сосуд и ладно, не совсем так, в гнездово есть несколько мастерских керамических, у каждой из этих мастерских есть какой-то набор клеем, который определяет мастера, который это делал, вероятно, можно даже провести какое-то зонирование вот этих мастерских, которые обслуживали разные участки, так осторожно, но можно об этом говорить, плюс туда приезжали славяне, которые у нас не только местные славяне, у нас приезжие славяне, там южные приезжали славяне, привозили свою керамику, я там вот ее покажу чуть позже, то есть есть из чего делать, это очень интересный материал, который почему-то обходит вниманием сообщества реконструкторов, а напрасно. вам не видно, на черном фоне тут очень хорошие сосуды, кстати, поверьте мне на слово, очень красивые, их даже можно в 3D покрутить, потому что на нашем сайте они там выложены в трехмерном варианте. Ну, теперь все-таки почему я так поселение-поселение и все подвожу к некой загадке. Центральное поселение вот в этой части привело нас в какой-то момент в очень странную ситуацию с попыткой понять, а что происходило в 10 веке в Гнездово. И здесь очень важный момент, который я хотел бы обратить всех, внимание, археология это такая наука, которая, опираясь, как было справедливо замечено, очень жестко на вещи, на какие-то артефакты, которые мы заставляем говорить по прошествию года, двух, пяти, на самом деле позволяет и историкам в частности дополнять какие-то скудные летописные источники очень интересной и богатой истории. Казалось бы, как от вещи перейти к дополнению летописной истории. Очень просто. Сейчас покажу. В 17-м году и в 18-м мы обнаружили в поле история довольно-таки известная уже всем. Обнаружили меч, вбитый в землю. Вместе с маленьким погребением. Маленькое погребение, там были кремированные остатки, мужчины. Больше, к сожалению, сказать было нельзя, потому что все было распахано вокруг. Даже более того, мечу не повезло. Его нашли сначала грабители, но не поняли, что это такое. То есть они раскопали палку вбитую в землю, были неопытные, бросили его, как плохой сигнал. А нам повезло, потому что когда мы его нашли, мы сразу поняли, что это. Он был без навершия, навершия нашли, мы чуть позже, оно валялось в стороне, его сорвал трактор. И вот это вот чудо, если бы его не было, вот всей этой истории не было бы в принципе. Потому что если бы не было этого меча, ну добрали там кусочек клада, ну что-то, да, но вот ту историю, которая развернулась потом, она благодаря тому, что мы всегда говорим, нам повезло, до них не добрались грабители с металлодетекторами или там те, кто любители металлопоиска. Вот это чудо, оно продолжается с 17-го года по всю пору благодаря вот этой необычной находке. Меч в поле это вещь странная, согласитесь. Когда мы оказались в ситуации, что мы не очень понимаем, зачем он там был вбит, а рядом маленькое погребение, стало понятно, что, ну видимо, что-то там, видимо, что-то случилось. То есть есть какая-то более широкая история, которую надо прирезать, расширяться, точно копать, и раскоп должен быть большой, и в итоге мы делаем этот большой раскоп, и оказывается, что мы столкнулись, что на этом поле под слоем поселения, о котором я вам рассказывал активно, под этими ямами, вернее, яма прорезают все, что было раньше, прорезают, в смысле впущенное, или частично уничтожают объекты, которые были до. Там, на этом поле, разворачивается совершенно такая странная картина. То есть мы обнаружили ровик кургана, то есть мы все знаем, что курганы насыпаются из ровиков. А тут мы обнаруживаем ровик. Этот ровик полностью засыпанный, сравненный. Площадку кургана. Понимаем, что именно на этой площадке в центральной части был вбит этот меч, было совершено погребение, там был какой-то второй маленький ровик, и перед нами встает вопрос о том, что мы видим уничтоженный курган. Прямо на поле. Там, где нет курганов, там, где нет никаких свидетельств о курганах. Мы сначала вообще подумали, и мы сейчас опять вернулись к этой истории, что вот этот вот объект, он даже не курган, а некий погребальный ритуальный комплекс, потому что его характер ровика и вот этого заполнения, которое археологи часто изучают последовательно, это вот стратеграфию заполнения слоев, как они ложатся друг на друга, там вообще отсутствовало. Обычно, когда ровик с курганами связан, его там выбрали, сделали насыпь, он потом стоит, что-то затекает, это фиксирует, потом дернуется, естественным образом это фиксируют археологи, потом заполнение, и ну если уж есть разрушение, то это все ложится туда в этот ровик, это все видно, как книжка такая, которую мы читаем. А здесь это все отсутствовало. Ну, ровик и ровик, объект и объект, интересно, странно, необычно, но вот это как раз мы с Сергеем Юрьевичем уже там меч, потом навершие нашли, это все в книжке будет, поэтому вы все это увидите. Ну, я не знаю, вам не видно, но вот этот вот законсервированный объект, мы его законсервировали лимузификацией, вот эта площадка, второй ровик, вот здесь был воткнут меч и вот такой здоровый ровик вокруг. Наше удивление было дополнано тем, что этот ровик был в процессе раскопок, мы обнаружили, что он был прорезан еще одним ровиком. Поскольку точку в исследовании мы поставить не можем, исследовательский азарт, но надо было еще чуть-чуть перерезаться. Ну, мы еще чуть-чуть перерезались. А там еще один ровик кургана, засыпанный, разрушенный. Но его прорезает еще один ровик. Ну, азарт, да, надо еще чуть-чуть перерезаться. И мы опять чуть-чуть перерезались. А там еще один ровик, а потом еще один ровик, а потом еще один ровик, а потом мы начали копать на другом участке поля, а там еще несколько разрушенных ровиков. И оказалось, что все это поле, которое мы видели, оно на самом деле изначально было могильником. И так появилась на свет девятая полевая курганная группа рядом с лесной, у которой очень странная судьба. Если мы возьмем всякие археологические изыскания Пскова, других памятников известных, мы столкнемся с тем, что в средневековье, в 12-13 веке, даже в 11 веке, когда у князя появилась идея, что надо как-то защиту усилить, давайте-ка здесь жить будем, здесь квартальчик, здесь стену постоим, и отношение к курганам, которые стояли, такое очень утилитарное. То есть можно снести, построить там стену, начать жить, все там начинают на них жить, про них забывают, потому что некой связи у человека, который через 200 лет стоит на памятнике и смотрит на какие-то кочки, он уже христианин, у него нет. В Гнездово ситуация другая. Поскольку все эти курганы были разрушены и перекрыты слоем второй половины 10 века, то мы понимаем, что те люди, которые их и строили, их же и разрушали, а потом в какой-то момент даже стали там жить. И вот эта ситуация, она из ряда вон, ситуация вообще пока для территории Руси. Ну там коллеги могут меня поправлять, но если мне кто скажет, что у них ровно синхронная такая ситуация, то я буду очень рад. Но на самом деле вот это именно для Гнездово такая странная картина, когда у нас огромный могильник, а площадь этой территории по меньшей мере 2 гектара, на которой находятся курганы. Не маленькие курганы там по 20-30 сантиметров высотой. Они высотой метр, два, три. А вот последние работы этого года показывают, что и большой курган не является препятствием для уничтожения. Вот это вот все поле, которое находится в курганах, высоких насыпей до 5 метров, там 6 высотой диаметром, по 7, 8, 12, 16, даже 22 метра. Это все было в какой-то момент по какой-то причине уничтожено, срыто, разравнено и превращено в какой-то момент в некую городскую территорию. Ну поселенческую, скажем так. Когда это произошло? Здесь мы пока еще теряемся в догадках, о процессе, но сам факт, что, скорее всего, где-то в середине 10 века, а именно, вероятно, это связано с деятельностью княгини Ольги, если вы откроете летопись, почитаете, то там есть такая запись, что Ольга установила уроки и погосты, занимаясь внутренней установкой жизни государства, то есть место сбора дани. Это очень короткая строчка, маленькая, за которой нет никакой расшифровки. А вот в этой ситуации археологии, именно в Гнездово позволяет эту картину дополнить, что, вероятнее всего, ну это на данном этапе реконструкции, уроки и погосты в Гнездово просто так не хотели устанавливаться. Ну кто-то был против. Очевидно, против достаточно сильно. И есть еще свидетельство, что именно где-то в середине 10 века у нас появляются большие курганы Руси, которых в Гнездово очень много. И, вероятнее всего, Ольга, когда пришла туда, она была несогласна с теми, кто жил там, они были несогласны с ней, и из них кто-то умер. И умер тот, кто явно остался в разрушенных курганах и больших, а не Ольга, потому что Ольга продолжила жить. Гнезду в этом плане не повезло, они проиграли. Но, тем не менее, и, вероятно, в какой-то момент, поскольку Ольга была, но она не была язычницей, она была уже христианкой, она сама говорила, что не надо меня хоронить под тыном, и все замечательно. Но здесь был вопрос, указующий на то, что, видимо, определенным каким-то решением было сказано, что вот этих людей, которые, вероятно, были несогласны, мы, значит, не будем оставлять в нашей памяти, и мы все эти курганчики давайте уберем. У нас будет новая элита, новая жизнь. Почему это очень интересно? Потому что вот по хронологии событий, по хронологии этих событий, в какой-то момент в ровиках этих стоящих курганов проследуется слой пожара. Он такой эпизодический, местами вылавливаемый, такой след какого-то конфликта. Там сгоревшая какой-то деревянный настил, здесь какой-то слой чего-то сгоревшего, куда выпали вещи. А потом курганы разрушаются. Более того, очень важно, что на это место жизнь не приходит сразу. То есть нет такого, что вот разрушили, сразу там ямы впускаются, что есть какой-то малый хронологический. То есть это было сделано не потому, что места было мало. Поверьте, в гнездово место вагон. И даже маленькая тележка. Там прям куда ни плюнь, сплошное место. И могильник стоял на отдалении. И вообще все было нормально. Есть где жить. То есть некая такая ультимативная политическая акция. Согласитесь, для такого скудного объема информации, которая у нас есть по летописям, по какой-то письменной традиции, которая до нас дошла, вот такие сюжеты, они существенно сильно раскрашивают вообще наше представление о жизни в ранней средневековой Руси. Ну, про меч два слова. То есть меч, который мы нашли, меч Типье. Этот комплекс оказался самым ранним из ныне найденных, потому что его в свою очередь пререзают все комплексы, которые находятся вокруг. То есть он с этим вбитым мечом. Сейчас мы знаем, что коллеги недавно в Норвегии нашли тоже могильник. У них там могилы, обложенные камнем. Там тоже вбитые мечи. Они также простояли фактически тысячу лет. Они их сейчас обнаружили. То есть традиция такая, видимо, связанная с тем, что приходили люди общаться, может быть, так, со своими предками. Но важно еще и то, что этот меч, например, он тоже прожил какую-то двойную жизнь. То есть он сначала жил, потом ему почему-то перемонтировали перекрестие, гарду, так называемую, и потом уже вбили в землю. То есть там нарушена последовательность сборки обратного этого меча. Зачем это было сделано, не спрашивайте меня, никто не знает. Если говорить, почему этот меч еще так важен, он не из погребения. Он не из погребения, потому что он не был в сожжении, его вбили сразу, и он сохранил следы процесса производства. Когда меч попадает в костер, он деформируется, что-то исчезает. Здесь этого не произошло. У него прекрасное клеймо. Мы сделали с ним массу всяких манипуляций, чтобы это клеймо выявить. Петр Владимирович Бирюков, который археолаб, они точно попали в это клеймо и расчистили именно по клейму, не трогая поверхность меча, на которой сохранились следы работы мастера, инструмента. Это вообще потрясающая магия того, что вы видите, как мастер тысячу лет назад делал это, и вы трогаете ровно то, что делал он. В этом как бы абсолютный, такой фантастический результат вот этой работы археологов, вообще работы археологов в контакте вот с этими древними предметами. Мы сделали с ним разные всякие манипуляции прекрасные. Он сейчас тоже войдет в книжку, вы его подробно увидите отрисованный. Мы делали даже с ним как раз компьютерную томографию, чтобы выявить это клеймо. Это вот я хотел показать в лаборатории, но вам видно все равно плоховатенько. Но верьте мне. Вот мы тут Сергеем Юрьевичем разрезы рассматриваем всяческим образом. Клеймо вот выявляется здесь прекрасное. Клеймо тоже новое. Оно геометрическое, там крест, круг, крест и с другой стороны решеточка. Сейчас покажу. Нет, не покажу, вам не видно будет. Ну, поверьте мне, крест. Значит, такая спиралька, крестик и решеточка. Но мы знали на самом деле, что с этого поля грабители подняли еще один меч. Его в свое время Сергей Юрьевич публиковал в отдельной статье. И ситуация была неприятна тем, что от него остался только вот этот вот фрагментик. То есть перекрестье, часть лезвия, ну и вот холстовичок. Все. Он попал куда-то там на какие-то, значит, аукционы. Его там выцепили, сфотографировали. Все, следы его теряются. Но. Ну, понятное дело, что когда мы обнаружили меч вот вбитый, мы поняли, что это традиция, которая где-то там существовала. Потом мы поняли, что эта история, скорее всего, повторяющаяся. И стали искать следы. Это проархеологическое везение сейчас. И буквально через, там, в году 19-м, значит, исследуя территорию поселения, мы обнаруживаем навершие. Вы его не видите? Вот оно сверху, вот такое вот. Вот оно. Ржавое, убитое. Его нашли тоже грабители и выбросили в помойную яму вместе с другим мусором 20-го века. Они ходили по полю, вытаскивали железо и сбрасывали гвозди. Какой-то там стояли теплицы советского периода, значит. Все это сбрасывали вот в эту вот помойную яму. И вот в этой помойной яме среди этого шмурдяка было найдено навершие. Ну, навершие могут определить только археологи с первого взгляда. А когда прошло время, и опять-таки археолаб потратил усилия на то, чтобы вернуть к жизни его первоначальный облик, оказалось, что это навершие также было сорвано вот с этого меча, валялось в стороне. И фактически у нас, конечно, нет вот этой части, но общий облик меча и его общий вид мы тоже обнаружили. И я считаю, что это потрясающее везение, потрясающая удача, которая просто так не случается, поскольку археология в гнездовом место магическое такое, безусловно. Это тоже тип Е, у него есть какие-то особенности, я не буду вдаваться подробностей, я не оружевед. Но помимо этого было обнаружено еще одно навершие, уже не смонтированное, оно относится к началу 11 века, это тип Х, и это тоже очень интересный момент, потому что если предыдущие мечи все были целые, смонтированные или сломанные, то вот это не смонтированное навершие. Это такое очень интересное свидетельство процесса привоза мечей на Русь и сборки некой, конкретно в гнездово, то есть по деталям привезли, но здесь уже на территории Руси собрали. Меч типа Х, он такой достаточно грубый, там нет орнаментации, такое железка и железка, но факт интересный, потому что у него вот это вот отверстие, которое для набивания на рукоятку, оно как бы открытое и соответственно не использовано. И из интересных находок, связанных мечами, это конечно наконечник ножен, вот он, вот здесь вот внизу, слева это его аналогия, а справа это фрагментик или бутероль, как их называют, тоже вот такое. Поэтому поле, на котором мы работаем, его называют еще либо полем чудес, понятно почему, либо полем мечей, либо полем неожиданности. Есть еще несколько объектов, то есть я сейчас перехожу к третьей части доклада, у меня время-то есть еще там? Отлично, тогда украдем от вопросов, потому что надо же рассказать, о чем я хотел рассказать. Значит, я вам говорил о погребениях, этих погребений в избытке. На этом небольшом участке в 300 квадратных метров за последние несколько лет нам удалось обнаружить несколько погребений разнообразных. То есть первоначально мы полагали, что это погребения по обряду кремации. И мы их находим, и такой интересной чертой этих погребений является то, что когда людям сказали все уничтожить, они все-таки втихаря, я уверен, что это было втихаря, пытались эту память и своих предков как-то сохранить, потому что они переносили вот эти разрушаемые погребения в отдельные зоны. То есть не все завалено остатками кремации и вещами, а они в основном концентрируются в неких участках, в отдельных участках ровиков засыпанных. Так нам удалось найти в прошлом году перемещенное погребение мужское с остатками серебряного пузумента, с фрагментами золотных нитей, я обращу на них внимание еще. Иногда ровики полностью пустые, а тут вот идешь, и на каком-то участке там как раз эти кальцинированные кости аккуратно, какие-то там остатки грибней сожженных, и все. Но эту картину мы ожидали, потому что у нас по нашим раскладкам получается, что могильник был уничтожен, он жил где-то со второй половины девятого века, прожил до середины десятого века, потом всем сказали все убрать. Если верить летописи, то это произошло в 48-54 где-то годы, когда Ольга этим занималась. Но потом нам стали попадаться погребения, которых мы не ожидали. Первой из неожиданностей было вот такое интересное кремационное погребение, вы его не видите, а оно там есть. Значит, это погребение, которое было в урне, и оно не было совершено в кургане, его просто положили на некую площадочку, чуть-чуть подглубили, это две урны, которые закрывали друг друга, и там был погребен ребенок шести лет. Это нам уже сказали антропологи из института археологии Екатерина Клещенко, прекрасный специалист, рекомендую, если вам что-то сгорело, и вы не знаете, кто это, она вам скажет. Она разобрала детское погребение, ему опять-таки повезло, как и мечу. Знаете, как это? С одной стороны борозда от трактора шириной 5 сантиметров, с другой стороны борозда от трактора шириной 5 сантиметров, а в центре горшок лежит с кремацией, и на нем, что самое интересное, это к вопросу о том, насколько детские погребения важны были или не важны. Детская жизнь в раннем средневековье имела место, какую-то особую связь или нет? Лежит огромная гривна, сейчас гривну покажу. Вот такая вот гривна огромная, самая большая гривна в гнездово известная с 18 или 19 привесками в виде молоточков Тора. Это, пожалуй, самое большое количество привесок на этой гривне известно до настоящего момента. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но не хочу ошибаться. Вот. Кроме того, вот, между прочим, благодаря усилиям, вот человек, который сидит и все, значит, он командует, и его умелым ручком, накладка на, видимо, сундук в виде двух птиц. Не знаю, видно вам хотя бы по контуру такие две утки, вероятно, которые смотрят в разные стороны. Вероятно, это был какой-то сундучок. Аналогия вот примерно, вот мы сейчас увидели, опять-таки, с Антоном в бирке есть, предположительно, в другом скандинавском памятнике. То есть детское погребение, у которого есть, инвентарь, и, видимо, совершено по какой-то, то есть он имел значение. То есть это не просто какая-то жизнь, которая очень коротко просуществовала в то непростое время, и как в более позднее время детская смертность большая, не учитывались даже эти дети до 12, до 15, то есть они еще не были людьми, поэтому и не учитывались статистики условно. Здесь это было не так. Это первый интерес. Это не хронологический порядок, а последовательность интереса. Еще одна кремация уже в урне, причем в урне, которая приехала нам от южных славян в целом, обнаружили тоже недавно. Причем тут картина еще более интересная. Эта урна была зарыта во всходе кургана. То есть у кургана есть всход, то есть это некая перемычка, по которой можно подняться на насыпь. Перемычка, потому что ровик округлый, он заканчивается, и вот где он заканчивается, они не всегда смыкались, они бывают разных форм, потому что курганы бывают и круглые, и подпрямоугольные, если кто не сталкивался. И вот есть такая перемычка, она достаточно небольшая, в этом случае 30 сантиметров, чтобы попасть на курган. Вот мы сначала обнаружили ровик кургана, обнаружили остатки погребения, а потом эту перемычку. И вот на этой перемычке 30 сантиметровый, 25 сантиметровый горшок, урна, в который были положены остатки кремации, сгорел мужчина. И вообще мы с ним провели очень интересную работу. То есть я тут показываю, как ровик кургана здесь заканчивается, вот здесь, и вот эта перемычка, и вот там вот эта замечательная урна, непотревоженная, перекрытая культурным слоем. То есть либо это человек, который идет вдогонку к тому, кого погребли в кургане, и потом был разрушен, либо это отдельное погребение. Но уж очень странно, потому что если оно совершалось в более позднее время, когда ровики уже были разрушены, так точно попасть в центр перемычки достаточно затруднительно. Здесь мы… Ну вообще нифига не видно. Ну, в общем, тут яма, я тут 3D-модель хотел показать, вот тут яма, вот горшок стоит урна, тут вот находка гребни, тут вот этот гребень крутился. Там был найден гребень, из предметов очень мало, то есть вот этот гребень, и дальше мы отдали это все нашим коллегам-антропологам, а они отдали это на 3D-томографию, разобрали эту урну, не расчищая ее, то есть мы долго терпели, перевозя с места на место, пока мы сделали ее сканирование, получили трехмерную модель, потом разобрали с антропологами костные остатки, и на дне в конечном итоге обнаружили стрелу гнездовского типа. Она была даже настолько незаметна, что ее даже металлдетектор не слышал. То есть она вот под этим массивом лежала такая аккуратненькая. Ну и мы теряемся в догадках, то ли это сопровождающий инвентарь, то ли это предмет смерти этого мужчины. Ну тут сложно угадать. Вот объем костей и выводы, которые были здесь. Он тут вот изображен. То есть 25-35 лет, около 500 граммов костей мы нашли. Ну и вот такой очень интересный объект. Тоже поставил нам в тупик, потому что до этого мы таких объектов не встречали. Особенно на поселении. Даже в курганном могильнике. Но это было еще не все. Это было только начало. И там же мы обнаружили ингумацию. Ингумация — это когда человека кладут, как я уже говорил, в яму. И здесь ингумация была вдвойне странная. Она была перекрыта культурным слоем второй половины десятого века. Там была западина от просадки этой ямы. Над ней лежит монетка. Где-то примерно, по-моему, 40-е годы или 50-е годы десятого века. То есть она прям точно дает нам верхнюю границу. И там мы обнаруживаем целый скелет, женский, ориентированный на запад. С единственной находкой — это маленький глиняный шарик. Кто она? Почему она там? Она довольно-таки молодая. То есть ей до 25 лет. Почему ее… То есть мы до сих пор не знаем окончательно, является ли это погребением отдельным, либо это погребение какое-то ингумационное, связанное с курганом, потому что там надо еще немножечко прирезаться. Где-то тысяча квадратных метров и золотой ключик у нас в кармане. Но погребение по ингумации, перекрытое вот этой монетой, оно является достаточно ранним для Гнездова. Потому что обычно считается, что ингумации в Гнездово, как и камерные погребения, это вторая, третья, четверть десятого века. А здесь это выходит до середины десятого века. И, как вы понимаете, то есть эта работа вообще… Погребение-то обнаружили неожиданно, случайно, я бы даже сказал. Мы не ожидали. Это только внимательность людей, которые там работают. Тут Иван Савченко, собственно говоря, я ему отдаю дань, потому что я-то считал, что раскоп уже все. Там материк, песочек, все прекрасно. Мергель ужасный, ничего не видно. Но вот Тамара Анатольевна, которая работала тогда последний год, взгляд профессионала не обманешь, вышла и в какой-то момент подозвала меня, говорит, Василий, ничего не могу сказать, но у вас там прямоугольный контур, как хотите. И там действительно прямоугольный контур. И вот это вот потрясающая находка. Она важна для вообще понимания жизни этого памятника. И того, что мы на самом деле каждый сезон находим что-то такое новое, что может поменять наше представление, пусть не глобальное о Древней Руси, но очень кардинально внутри. Но это тоже не все. Сейчас я перейду к самому главному, потому что потом… Ну вот шарик, не знаю, зачем он нужен. Никто не знает. Его даже вообще не хотели брать как индивидуальную находку. Но он там есть, его нельзя не брать как колобок, символ смерти, духовный спутник ее, все что угодно. И вот как раз монета, которая была сверху, как раз Вячеслав Кулешов, опять ему спасибо за определение. Тоже довольно-таки молодая барышня, 20-25 лет. Но это было не все. И самый главный подарок, и это, к сожалению, та вещь, которая с одной стороны радует, с другой стороны печалит, потому что Тамара Анатольевна тоже была соавтором этой находки. Она очень долго не хотела верить, что в Гнездово есть вот такая вот история с этим разрушенным могильником. И в 20-м году, когда она уезжала, в конце, под конец сезона, как раз вылез вот этот контур, она тоже его увидела. Это было уже на консервации. Вы должны понимать, что это было в момент, когда уже все, раскоп заканчивается. Ну и она увидела этот момент, и мы вынуждены были тормознуть. В итоге мы докапывали эту историю. Она тогда еще сказала, когда уезжала, что возможно это все-таки женское погребение. Я вообще считаю, что центральное поселение в этой части, оно имеет такой ярко-женский лик. У меня даже мои коллеги, молодое подрастающее археологическое поколение, называют раскопки на поле раскопами победившего феминизма. Потому что там командуют, значит, барышни, копают барышни в основном. Нет, конечно, молодые люди приходят, но вот этот сезон, например, нам подарил человека с девушкой, которая может и ведра сама таскать с землей, вытаскивая их с полуторметровой глубины и вообще запрещает ее прогонять это делать. В общем, раскопы победившего феминизма подарили нам женское погребение, камерное, на поле. Нас это поставило в чудовищный тупик. Это уникальная картина, которую мы не просто не ожидали, мы не ожидали это совсем. И в результате раскопок мы обнаружили камеру где-то примерно 2,5 на 3 метра. Там была погребена женщина. Антропологи сказали, что возраст ее 60+. То есть она очень пожилая. Это тоже интересный момент. Между прочим, когда Сергей Юрьевич в 17-м году копал камеру и нашел мужчину с мечом, там тоже пожилой мужчина. То есть не обязательно все бравые русы и викинги должны были погибнуть где-то там в поле с мечом. Можно было и на кроватке спокойно отойти в мир, но и с мечом уже в камеру попасть. То есть здесь было найдено женское погребение. Вот тут фотографии, как мы его разбираем. Несмотря на то, что там все это песок, там было найдено несколько интересных предметов металлических, а именно овальные фибулы. Сейчас я их покажу. Вот такие овальные фибулы. И круглая фибула, которая раньше в гнездово не попадалась. Интерес в этих овальных фибулах заключается в том, что они полностью стерты, но в канавках внутри сохранилась позолота. То есть это фибула, которую она всю свою жизнь проносила. И если говорить об каких-то узких датах, вот мы сейчас опять-таки с коллегами обсуждали до моего выступления, что посмотрите, какая картина вырисовывается. То есть это 52-й тип фибулы овальные. Она вероятно, по еще ряду причин, я сразу просто спойлера, она вероятно уехала из Скандинавии, будучи молодой девушкой, привезла этот набор, прожила все это время в гнездово, дожила до конца 10 века, умерла, отдала все свое нажитое богатство своим дочерям, еще кому-то. Но вот эти фибулы остались с ней и ушли с ней в этот иной мир. И это очень хорошо укладывается в некую хронологические рамки. То есть всегда разговор, в какой период времени популярны овальные фибулы. Сейчас можно точно говорить, что во второй половине 10 века они были еще модные. То есть середина, вторая, третья, четверть десятого века, это еще модно, на эти фибулы не вышло, их использовали. И вот свидетельство именно вот этого женщины. Но там еще был гребень, он слабо выраженный, и ножичек очень интересный, там с серебряной оплеточкой. Но это не самый главный восторг от этого погребения. Хотя там даже были найдены фрагменты дерева с интересным форматом, что это была не полновесная камера, а это как бы был пол деревянный, на который положили, а потом сверху сделали как бы крышку. То есть там нету боковых стенок, ничего, это все было сделано из ели и сосны. И потом сверху уже засыпали, и насыпь, видимо, была очень небольшая, потому что этот курган, он очень быстро провалился, его потом как площадку использовали для поселения, потому что сверху впустили какие-то столбы от какой-то конструкции, которые были уже там в конце 10 века. Это не главное, я к чему подвожу. Благодаря тому, что там сохранился металл, там сохранилась органика. Поскольку фибулы большие, органики сохранилось достаточно, чтобы исследователи, это не мои все выводы, конечно, я не специалист по тканям, Ирина Ёлкина, она сделала обзор, все посмотрела, и тот объем ткани, который был обнаружен, позволяет даже сделать некую реконструкцию костюма, который был, а эта вещь для Гнездова вообще очень, и вообще для Древней Руси чрезвычайно редкая. Поэтому я вот и здесь впервые эти результаты вам сейчас покажу, что было найдено, насколько это потрясающе круто, и как примерно выглядел еще один костюм с территории Гнездовского археологического комплекса. Но здесь, поскольку я не специалист по тканям, я сразу, да, и я не знаю всех деталей, я буду все-таки подглядывать в эту самую, скажем так, в свою подсказочку, вы на это не обидитесь. Значит, вообще там было обнаружено около десяти текстильных разновидностей, из которых удалось собрать фактически семь тканей. Ткани нескольких видов, то есть это лен, шерсть и шелк. Льняные ткани представлены тремя фрагментами, и если говорить о них, то они по цветовой гамме не очень понятны нам, потому что цвет не сохранился. Но на самом деле нам повезло с другими тканями. Шерстяные ткани тоже несколько видов, но шерстяные ткани делятся на два варианта. То есть там был найден, видимо, фрагмент плаща или накидки черного цвета, такие же ткани, почему я говорю, что на избирке, такие же ткани в бирке очень популярны. И даже удалось проследить орнамент, то есть там орнамент тромбами. Я знаю, что кому-то это исключительно важно. И вот, да, черная ткань, орнамент тромбами. Причем есть еще интересно, что эти ткани, они шерстяная, одна из тканей, которая не плащ, там еще ткани, они из двухцветных нитей, скорее всего, как это, полощатые, да, и нити красно-светлые, скажу так, потому что они окрасились из-за окислов такой светло-коричневый цвет, вот красная точно выделяется, и какая-то осветленная, может быть, белая там, придумываете сами, непонятно. Но тем не менее, то есть плащ, какое-то платье, соответственно, двухцветное, и есть шелковые ткани, там два разновидности самита, кому что это говорит, я надеюсь, кому-то что-то это все говорит. Причем интересно, что заключение, что они распространены как раз в Средней Азии, то есть это импортные ткани, которые привезены сюда, но это не византийский шелк, это именно как раз вот среднеазиатский, вот азиатский шелк, и из того, что еще есть, разнообразные нити. Вот из всего этого агломерации удалось собрать несколько деталей костюма. То есть про плащ я вам уже сказал. То есть на ней была некая рубаха, причем рубаха, она очень похожа на… такое платье рубаха, которое похоже на платье из Кургана С301, кто в этом разбирается, или из Пскова. Причем оно было отделано лентой шелковой и отдельными шнурами. То есть эти шнуры тоже удалось зафиксировать. В принципе, оно синхронное этим платьем и очень похоже по крою. То есть на эту рубаху было надето платье на бретелях, которые скрепляли как раз вот эти самые овальные фибулы. А сверху она была либо накрыта, либо у нее был плащ, который положили в момент погребения. Еще из интересной детали это тоже коллеги, которые занимаются всякими спорами, всякими мхами. Ей под голову, видимо, специально положили такую подушечку из мха. Мха рядом нет, до болота достаточно далеко. То есть это не животные принесли. А эта картина прослеживается в разных погребениях. То есть такой вот элемент, ну что ли, такой заботы. Хотя, хотя, возможно, подушечки из мха это то, что стоит вам реконструировать, наверное. Если говорить о том, что нам еще повезло, сейчас мы заговорили о качестве, найти в ближайшее время, показываю совсем свежую вещь. Это соответственно… Ну вот тут просто бессмысленно так смотреть, ничего не видно. Потом на презентации посмотрите. И будет публикация обязательно, я вам обещаю. Просто тут всякие эти ткани, которые я… Вот крой, это опять-таки опубликовано в статье Орфинской, вот как бы повторяет примерно это платье. То есть все в общей модной тенденции. Но из интересных вещей, которые нам удалось найти прямо в этом году, не могу не сказать, связанные с ткачеством, это наперсток. Мы нашли целый наперсток из бронзы, такой украшенный точным орнаментом. У нас есть большое количество разнообразных пряслиц, которые используются для ткачества, очевидно, хотя их роль вот в древнерусской и в раннесредневековом мире тоже такой вопрос открытый, потому что, вероятно, ими обменивались, они вообще могли использоваться очень по-разному. Ну и из того, что было найдено еще в прошлом году, тут тоже плохо видно, такая вот серенькая агломерация, это на самом деле серебряный позумент. То есть у нас с территории вот этого поселения, с этих 300 метров, есть предметы ткачества, есть наперстки, есть серебряный позумент, есть вот полный набор тканей, есть платье, есть даже разноцветные какие-то части ткани. И самое главное, что есть еще свидетельство очень элитных погребений, которые выражаются, в частности, в целой золотной нити, потому что копают очень тщательно, внимательно. Там есть очень небольшой такой фрагментик, тоненькой-тоненькой золотной нити, который, видимо, с погребения попал в яму. Ну и в целом получается, что если раньше считалось, что северно-восточная часть центрального поселения это маленькая окраина перед крупным, значит, лесным курганным могильником, то теперь мы можем смело говорить, что это отдельный участок с очень длительной, интересной историей, которая говорит нам о непростых взаимоотношениях в середине 10 века, о грандиозных по масштабу земляных работах, которые нужно было совершить, чтобы уничтожить могильник, а до этого его построить. И людям было чем заняться, а правителям было чем развлечься в этот момент, давая такие указания. И в целом эта история еще требует доследования. Мы еще немножечко прирежемся и, наверное, что-нибудь новенькое расскажем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ